Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада видеть вас на уроке. Работа над гантиленой – это кропотливый, продолжительный, но в то же время увлекательный творческий процесс. Это работа над звуком, формой, качеством штрихов и содержанием. Это достаточно трудоемкий процесс, который требует от учащегося терпеливого и думчивого труда. На примере Элегии Федора Якименко мы постараемся показать разнообразные методы работы над пьесой контилентного характера с учащимся Евсичем Матвеем. Для начала Матвей нам исполнил произведение, а потом мы начнем работать. Матвей 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 поэтичность и искренность настроения, мягкая душа, гибкость и свободная руки. Да, вот сейчас давай исполни нам пока кусочек, фразочку мелодии, выразительно пронитомировав ее, только мелодию. Спасибо. Скажи, пожалуйста, мне, что предшествует все время каждой фразочке? Глубокое вокальное дыхание и дышащее рессорное погружение руки в клавиатуру. Да, правильно. Выразительность фраз должна ассоциироваться с вокальными интонациями мелодии. Что мы делаем? Мы находили интонационные вершинки, да? Мы находили границы фраз, мы выстраивали динамику, начало, подъем, кульминационный момент, спад. То есть в каждом, в каждом построении. Конечно, на оке это сделать все очень сложно, но мы постараемся. Значит, сейчас ты сыграла отдельно мелодию, да? Еще хотела спросить, какое душе мы здесь с тобой применяем? Ну, принцип слияния пальцев с клавиатурой. При исполнении нужно пальцы держать как можно ближе к клавиатуре, и играть больше подушечкой пальцев. Да, больше подушечкой пальцев. А как добиться проникновенного звучания? Что нужно? Для этого необходима гибкость всего пианистического аппарата, но не расслабленность. Свободный вес, то есть рука расслаблена от плеча до кончиков пальцев. Да, вся точность сосредоточена в них, погружающихся и прикасающихся в клавиатуре. Хотелось бы, когда ты играешь, немножко больше глубокого звучания. Держи на руке и сюда. Раз. Звучивать на земле еще. Не бойся, образительность, мягкость и плавность. Да? В чем еще особенность строения мелодии? Она начинается все время со слабой доли, после паузы. Нужно стараться не выталкивать ее. Да, да, обязательно. Первый звук. У тебя были такие моменты, что ты все равно толкаешь. Нужно стараться играть очень аккуратно этот первый звук. Да? В чем еще сложность? Ну, соединение мелодии, долгих и коротких звуков, залегованных ног. Да, в мелодии есть долгие звуки, есть короткие, есть залегованные. И что нужно делать? Нужно стараться после залегованной нотки первый звук сыграть очень аккуратно. Здесь обязательно что? Что здесь главное тоже? Слуховой контроль. То есть и внимание. То есть это все должно быть. Да? Обязательно. На нашем инструменте сыграть легато очень сложно. Из-за быстрого угасания звука. Особенно в каких темпах? В быстрых. В медленных. В медленных появляются толчки. А в быстрых что? Наплыв звуков. Здесь нужно стараться играть очень внимательно, вслушиваясь в каждую шестнадцатую, в каждую восьмушечку. Так, вот. Еще в чем сложность? Сочетание мелодии и аккомпанемента в одной руке. Да. Вот как мы с тобой играли? Вот ты сыграли, получили мы мелодию. Над каждой фразой мы поработали. Дальше. Мы играли как с тобой? Компанемент. Нет. Мы играли в ансамбле сначала, да? Чтобы послушать музыкальную ткань, которая будет в мелодии. Тут есть, конечно, аккомпанемент, да? Но и мелодия. Что здесь главное? Градация звука, да? Верхняя мелодия должна быть более глубокая, а аккомпанемент более аккуратный. Вот давай сейчас мы с тобой сыграем в ансамбле еще раз мелодию, но я тебе подыграю аккомпанему и послушаем всю музыкальную ткань. Спасибо, хорошо. А теперь уже ты попытаешься сам это сделать со следующего предложения, но мы сейчас что сделаем? Мы распределим, расширим диапазон, да, чтобы тебе пока было удобней, мы аккомпанемент сыграем на октаву ниже. И аккомпанемент не должен перекрикивать мелодию. Хорошо? Попробуй. Второй. Пошли. Сиди. Чуть. Да, хорошо. И так в каждом построении. Дальше. Большая работа еще над чем? Над аккомпанементом, который является гармоническим фоном. Он помогает сохранить крупные контуры фраз мелодии и подчиниться ей во всех деталях. Да, как мы работали над аккомпанементом? В чем сложность? Здесь есть арпеджированные аккорды и причем очень большое расстояние. Что мы здесь применяем, чтобы соединить эти арпеджированные? Да, запаздывающая педаль. Что она? Убатывающий, поддерживающий прием, который не даст звуку опасности, создаст гармонический фон мелодии. Да, гармонический фон мелодии. Но для начала давай сейчас пока эти арпеджированные аккорды соберем вместе и послушаем ладо-тональное тяготение баса. То есть... Собираем все аккорды и что еще нужно сделать? Чтобы локоток был свободный от плеча, да? У тебя погружение в инструмент. И самое главное в аккордах это что? На бас. Бас. Вот на бас больше опоры, но не передавливать, конечно. А вот эти звуки старайся сыграть потише. Ну, теперь добавим педальку, да? Без педали как-то все равно. А теперь попробую сыграть просто. Вот теперь уже как арпеджированный наш аккорд. Ну, попробую. Чуть-чуть глубже, не бойся, да? Отвес-вес. И смело. Дальше. Действие, доминация второго. И вверх-вес. И опять арпеджированный, да? Чуть-чуть собери. Да, постарайся от баса немножко больше оттолкнуться. И быстрее, тут нужно быстрое, ловкое движение руки, да? Чтобы собрать этот аккорд. Ну, попробуй еще раз. Острей. Раз. И захвати, конечно, педалькой, да? Вот сейчас педали чуть-чуть не хватило. Бас. Сейчас переможем педали. Вовремя. И сочнение можно, да? Вот бас, бас, опирайся. Так. Вот здесь уже, уже здесь что пошло? Другая красочка появилась, да? Что здесь у нас? Си бемоль. Мажор. Мажор, конечно. Третья ступень лада. Вот здесь нужно обязательно показать. Вот это более светлое и такое проникновенное звучание. Правильно? Так. Ну, хорошо. Поработали мы над каждой партией. Теперь пытаемся соединить ее, да? Вот попытаемся теперь сам еще разок сыграть не первую часть. Значит, выстроить весь динамический план. То есть, в принципе, здесь основной кульминации нет, но все равно вот эти подходы к мажору, да? Потом опять возвращение к минору. То есть это все прочувствую. И выразительно проэнтонирую. Вот попробуем. И выразительно проэнтонирую. Выразительно проэнтонирую. Сейчас началась уже что? Вторая часть. Здесь, конечно, есть у тебя все равно технические моменты, технические трудности. В чем, Матвей? Что не так? Вот ты когда даже играл сегодня, что? Ты заметил, что получилось не так? Не левая. Больше шестнадцатый. Все равно вот сейчас уже, видимо, такой момент пришел, что начал забалтывать. Как нужно сделать так, чтобы все нотки были прослушаны? Сначала давай вернемся чуть-чуть сдержанный темп и прослушаем каждый звук шестнадцатый. И стройка туда. Выразительно. А ну попробуй сыграть чуть-чуть сдержанно, но чтобы все было прослушано. Спасибо. Да, неплохо. Значит, что здесь... Какая особенность второй части? Шестнадцатый. Что здесь много чего повторяющихся фраз, да? То есть, все равно, ну как автор, скорее всего, какие-то размышления, вот какие-то, что-то ему тревожит, вот как-то вот. И чтобы это не было одинаково, что мы делаем? Делаем, ну, первый раз мы делаем. Ну что, чем мы украшаем наши фразы? Динамикой, конечно, да? Чтобы не было все это одинаково. Вот я тебе как предлагала? Первую фразочку, да? Мы играем легче. Небольшая волна идет. Вторая чуть-чуть, ну, почти такая же. Вот третья уже яркая. И четвертая, это самая какая, кульминационный момент, да? Вот тебе нужно здесь, прям, там, внутри себя попереживать. То есть, прочувствуй вот это эмоциональное напряжение, чтобы все потом слушатели тебя так же поняли, что ты хочешь сказать. То есть, здесь уже идет явно фартисимо аккорды. Вот это больше свободы. Ты когда играл, вот, немножко мне не хватило, вот, когда ты в аккордах играешь, более глубокого звучания. Не бойся здесь, более сочно сыграй. Хорошо? Вот давай, сейчас попробуем сыграть как положено, уже в хорошем темпе. Еще раз, соединим окончание первой части и начало второй, да? Здесь нужно найти связочку между первой и второй частью, быстренько переключиться, потому что тут, конечно, уже другое прикосновение, да? Здесь более цепкими пальчиками можно сыграть. И по характеру оно как-то более тревожно. Вот сделай так, смотри, сыграй. И по характеру оно как-то более светло. Первая фраза. Хорошо. Следующая. Чуть-чуть смееее. Вот этот наплыв и дальше пойдем кульминацию. Попробуй. Сыграй перевод от первой ко второй части. Смотри, я бы сыграла все равно вот этот верхний вот эту автавку как-то чуть-чуть, вот чуть-чуть, три, особенно верхний голос, пятый пальчик, а мы их собираем раз и глушим. Теперь немножко еще на растание идем. Вот что-то как-то не срослось и первый раз там чуть-чуть что-то напортачил в тексте и сейчас соберись, попробуй сыграть мне самую яркую кульминацию. Неплохо сейчас, мне понравилось. Об аккомпанементе старайся стакката играть цепче немножко. Все равно аккомпанемент не должен перебивать мелодию, но он должен ее поддержать. еще раз кульминацию. Еще подход сделай, не бойся, больше эмоций. Не внутри, а вот в инструмент. А ну попробуй. Сразу третью, последнюю. А ну-ка сделай мне вот эту кульминацию, ну пожалуйста. Спасибо. Старайся все выдать. Ну давай чуть-чуть сдержание. все разрушается. Ищем там. Да? Да? А ну-ка ты попробуй. Чуть-чуть сдержание давай попробуй, чтобы я все услышала. Танцой. Ну, сейчас текст получился, но хотелось бы еще вот это аджетата, наши вот эти возбужденно-зволнованные шестнадцатые, чтобы они больше, еще больше эмоциональны были. Темп немножко замедляешь, там темп не надо замедлять. Здесь просто нужно цепче сыграть и как бы чуть-чуть насторожен. Потом слегка. И дальше третий. И потом. Лучше. А второй, почему не играть? То есть, ты первый раз, когда играл, почему-то последний бас, ты немножко выдохся. Это же самое главное. То есть, играй. А ну давай мне от арпеджированных. Выговори все, выговори все шестнадцатые. Лучше еще. Ну, сейчас было лучше. Давай сейчас немножко остановимся на этих, на этом фартисима, на наших аккордах, да? Давай сейчас играешь медленней, и опять же вес в инструмент более глубоко и сочно. Начинаем мы с тобой тюрьше. А потом, и тюрьше, и проснущай. Раз, раз. И смело. И второй аппорт. Еще ярче. Да? То есть, давай, медленно. И вес, вес, вот плеча. Раз. Не спеши прочуть. Мама, как камень будет лучше. И смело. Два. И раз. Да, спасибо. Ну, сейчас лучше получилось. Ну, а теперь давай попробуем в нашем тене, да? Давай еще разок. Мне третья фраза. Всю нашу кульминацию. Понял, да? Начинаем сразу. Вот отсюда. И поехали дальше. Пожалуйста. Ну, если хватей, ну, захвати, пожалуйста, мне вместе с ля, наша, например, поздорайся, бас, вместе с мелодией. А то у тебя он немножко позже будет. Лучше. Лучше. Сразу. Лучше. 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 Занедлить. И бас. Ра. Светло. Ра. Спасибо. Спасибо. Ну, а сейчас пошла уже третья, да? Возвращаемся. Ну, немножко не получается у тебя. Не успеваешь опять остыть. То есть, как бы совсем другой уже, да, характер. Опять грусть, печаль. Вот кто-то там рассказывал о своих переживаниях, о какой-то, какой-то может быть беде. А потом все, ну, как-то опять вернулось. Ну, какие-то более такие светлые воспоминания. Хоть и минор, суль, минор, да? Вот это нужно так же перестроиться. Вот сыграй. Лучше. 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 Смело. Взвод. Грав! Спасибо. Ну, сейчас получилось, сейчас неплохо получилось. Не будем мы дальше, это всё повторяется. Давай немножечко обратим внимание на коду, да? Кода, это как небольшое что? Заключение, да? И здесь оно у нас, как мы говорили, на что похоже, как я тебе говорила, как будто какие-то колокола, какой-то набат, да, начинается тихонько, вот смотри, пьянку, ладу, легче, потом еще, свобода, без толчка. И спеши на последнюю аккорду, как бы полностью выдохну, и постарайся сыграть проникновение. Нет, а это фор, ты еще там, еще первая. Ух ты, педаль захватывай, ты шок, свитку. Да, я выше, смотри, неплохо, молодец, но окончание. Сыграй, во-первых, все звуки одновременно, вес глубже, и самое главное, вот сколько мы здесь, раз, два, три, четыре, семь звуков нажимаем, какие главные? Бас и верхний голос, вот, а между ними более так мягче прикосновение. Сыграй мне последний аккорд, соль минорный, последний аккорд, вот этот. Так, глубже немножко. Чуть-чуть не хватает. Начинаю. Я сейчас вообще ничего не слушаю. А теперь сыграй мне вот этот и этот, предыдущий. Как раз. Одновременно, послушаем, одновременно нажимаем. Да, и до конца она держит. Так, ну хорошо. Вот мы с тобой поработали для закрепления результата работы, чтобы все опять насладились этой замечательной музыкой Федора Якименко. Исполнишь нам в конце еще раз это произведение. Но постарайся, конечно, с учетом всех отработанных трудностей, нюансов динамики, штрихов, донести нам этот наш характер красивый. Ну, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.